Оказывается, делала она ошибки намеренно, для того, чтобы привлечь внимание прессы к своей скромной и, видимо, покинутой вниманием персоне. Потом ушел в тень, исчез, видимо, спасся от карательных операций против рахимовских кадров. На прошедшей неделе меня переместили на работу в госсобрание. Она, видимо, не поняла, что с ней случилось. Она не знала, что в госсобрание люди попадают не по просьбе тети и дяди, а через выборы, например, через голосование граждан. Некоторая часть денег, уворованных из этой программы, группой Филиппова выведены в Москву, а впоследствии и за рубеж, в том числе, например, в Чехию, визжал на тему «прекратите, хватит юрт». Что вы тут юрты понаставили? Ну вот прошло семь лет, юрт стало не меньше, а больше, и вот они начали гореть. Теперь ключевые игроки в правительстве и в администрации Хамитова не будут участвовать в дискуссии по поводу сырьевой проблемы БСК. Судя по всему, мы в скором времени прощаемся с господином Магадеевым, а заодно мы, наверное, будем прощаться и с господином Сагитовым, и с господином Михайловым. И в завершение выпуска одна нехорошая скандальная история, которая приключилась на прошедшей неделе. Все мы помним эпопею Юлии Вольф, многодетной матери, которая бросала Хамитову в лицо фактически медаль. Кроме отставки, формальной отставки Елалова с поста мэра Уфы, на прошедшей неделе существенных событий в политическом пространстве республики не происходило. Но зато было достаточно много мелких, иногда очень веселых событий, о которых мы сегодня и поговорим. Самым ярким, самым веселым событием была история с госпожой Шафиковой, которая, отправившись в замечательный город Санкт-Петербург, пришла в неимоверный восторг от этого старинного и красивого города и начала строчить в Инстаграме всякие постики, фоточки и текстики. Так вот, зловредные пользователи сети интернет обнаружили в текстах, которыми госпожа Шафикова сопровождала свои фоточки, массу грамматических ошибок. Интернет разразился гневными, злобными и злорадными текстами на тему безграмотности министра образования Республики Башкортостан. Вышло несколько статей даже в федеральной прессе. Конечно, этот скандал, ну, так сказать, подхватили и начали раскручивать. Примерно через сутки госпожа Шафикова среагировала на эту историю, заявив, что, оказывается, это был такой некий перформанс. Перформанс. Оказывается, делала она ошибки намеренно для того, чтобы привлечь внимание прессы к своей скромной и, видимо, покинутой вниманием персоне. Мне эта версия представляется, конечно, лживой, потому что, во-первых, было бы глупо привлекать внимание к министру образования при помощи орфографических ошибок в текстах. Во-вторых, надуманность этой версии очевидна ввиду того, что потребовались сутки, чтобы объяснить это событие. То есть мы предполагаем, что госпожа Шафикова мучительно думала, как бы ей отмазаться. Вообще, конечно, фигура нашего министра образования немножко действительно обойдена вниманием, потому что никто не придавал особого значения трудовому пути от скромного сотрудника детского сада до министра образования. Этой мадам злые языки говорят, что ей очень сильно помогли чрезвычайно личные связи в правительстве. Кроме того, есть представление о том, что госпожа Шафикова все-таки креатура господина Асадулина. И вот на фоне того, что случилось на прошлой неделе, как-то дуплетом, уход Асадулина с поста ректора Пединститута, изъятие из сферы полномочий господина Сагитова Министерства образования и Министерства культуры, и вот эта история с Шафиковой, они, пожалуй, что все вместе говорят о том, что вот этот триумвират Асадулин, Сагитов, Шафикова, он теряет свое значение, свою силу. По всей вероятности, конечно, господин Сагитов постепенно начнет покидать правительство, потому что, ну, как минимум из-за того, что он вообще-то остался совсем без полномочий. То есть он стал таким вице-премьером, каким был Хорошилов, когда у него отобрали все полномочия в пользу Трухана. В общем, конечно, история с министром образования – это абсолютная фиаско, это некая иллюстрация состояния кадров нынешней хамитовской Башкирии. Все бездари, безграмотные люди занимаются руководством целыми серьезными министерствами, отраслями. Человек писать не умеет, а сидит министром образования, работает. В общем, конечно, это позор-позор. Углубляясь в кадровую ситуацию в республике, надо отметить, что на этой неделе произошли некие перестановки в правительстве, весьма существенные. У нас появился новый вице-премьер, необычный человек, еще вчера бывший главой Крамаскалинского района и внезапно ставший вице-премьером правительства. Это интересная история, потому что не просто человека вытащили из сельского района и сделали знаковые фигуры в правительстве, да еще и наделили полномочиями вице-премьера, который сидит за тем же столом. Я имею в виду то, что в пользу господина Чингизова перераспределены полномочия господина Сагитова. То есть теперь бывший глава Крамаскалинского района будет у нас рулить культурой и образованием. Мало кому известно, что господин Чингизов, в общем-то, это глубоко рахимовский кадр, человек, который уже поработал в администрации президента Республики Башкортостан, потом ушел в тень, исчез, видимо, спасся от карательных операций против рахимовских кадров, которые были в ранний период работы Хамитова. И вот теперь всплыл на поверхность, превратился в вице-премьера, отобрал ключевые полномочия у господина Сагитова и будет рулить у нас культурой и образованием. Я не знаю, чем прославился Крамаскалинский район на Ниве развития культуры и образования. Боюсь, что ничем. И подобное руководство, оно, конечно, еще раз иллюстрирует ситуацию глубочайшего кризиса в кадровой политике в Башкирии. Хамитов уже не знает, откуда бы достать неиспачканные кадры, потому что куда бы он ни посмотрел, повсюду уже опрофанившиеся, обделавшиеся его любимчики и фавориты, которых, ну, трогать-то опасно на самом деле, его начнешь перемещать, а там такое посыпется. В общем, конечно, Хамитов, видимо, в каком-то кадровом цейтноте абсолютном уже достает совершенно негодные кадры. Это ужасно, потому что зачистив правительство от абсолютного шлака в виде Иванюты, Хорошилова, Афонина, сплавив их в госсобрание, Хамитов теперь расставляет на ключевые позиции еще более странные кадры, так вот мягко выражаясь, которые, конечно, никакой пользы республике не принесут. Так как сегодня у нас выпуск во многом юмористический, мы не могли обойти стороной персону госпожи Гореевой. Айгуль Гореева, племянница Рустема Хамитова, в суровой, тяжелой борьбе победила на выборах в госсобрании республики Башкортостан и стала депутатом. Конечно, дядя и вся администрация Хамитова никак не помогала Айгуль Гореевой. Конечно, тетя Гульшат тоже никак не продвигала свою племянницу на этот почетный пост. Айгуль победила сама. Мы в это верим беззаветно, потому что иначе мы утратим веру вообще во все светлое и человеческое. Ну так вот, 36-летняя госпожа Гореева превратилась в депутата Государственного собрания Республики Башкортостан. Не просто превратилась, а тут же помчалась по карьерной лестнице внутри этого органа управления вверх. В сети интернет, в своем фейсбуке госпожа Гореева разразилась очень длинным постом на тему, как же теперь изменилась ее жизнь и как она не похожа на то, что с ней происходило раньше. Она нам сообщила в таких странных выражениях о том, что с ней случилось. Она, например, рассказала, на прошедшей неделе меня переместили на работу в госсобрание. Она, видимо, не поняла, что с ней случилось. Она не знала, что в госсобрание люди попадают не по просьбе тети и дяди, а через выборы, например, через голосование граждан, через воли и заявления народа. Ее, как, в общем-то, привычно для нее, наверное, было всю жизнь, просто взяли и переместили. Дело в том, что госпожа Гореева толком, на самом деле, никогда нигде не работала, если не принимать во внимание ее тяжкий труд внутри благотворительного фонда «Мархамат», которым владеет жена Хамитова и по совместительству тетя Айгуль Гореевой, Гульшат Хамитова. Госпожа Гореева в основном занималась домашним хозяйством, рождением и воспитанием детей. Муж ее, художник и каллиграф, с приходом Хамитова загадочным образом превратился в советника в правительстве, который советует в части строительства дорог в Республике Башкортостан. Вы понимаете, почему у нас теперь такие замечательные дороги? Потому что художник и каллиграф у нас является советником в области дорожного строительства. Ну да ладно. Так вот, Айгуль Гореева восторженно сообщает нам в Фейсбуке о том, что ее переместили в госсобрание, и более того, она теперь будет трудиться в том самом комитете по государственному строительству, в котором она много-много сделает дел, как она нам поведала в Фейсбуке. Господи помилуй, спаси наше государственное строительство от Нагорного, Айгуль Гореевой, которые теперь будут заниматься этим самым государственным строительством госсобрания. Что за вообще абсурд творится внутри Курултая, я не понимаю. То есть вот эти вот люди, которые ни минуты не работали нигде, и вообще не имеют представления о государственном строительстве и, скажем, законотворчестве, теперь нам еще в открытую сообщают с восторгом о том, как их переместили на работу в госсобрание. В общем, конечно, это фарс, который достиг уже, по-моему, своего апогея. На прошедшей неделе появились новости и в деле Александра Филиппова, пресловутого вице-мэра города Уфы. Напомню, что первое дело, в котором его обвиняли в неуплате налогов, в общем-то, закончилось почти ничем. Но на прошедшей неделе стало известно о том, что по второму делу, по делу серьезному и самому главному, речь идет о расхищении 1,7 миллиарда рублей в программе расселения ветхого жилья. Так вот, материалы по этому делу переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Судя по всему, правоохранители методично делали свою работу в этом направлении. А это значит, что в скором времени мы увидим обвинительное заключение в адрес господина Филиппова и его группы. Напомню, что там, конечно, он действовал не в одиночку. Эта группа, на мой взгляд, насчитывает несколько десятков человек, людей разного значения и разной роли во всех этих делах. Но там были и люди, непосредственно принимавшие решения на уровне чиновничьих полномочий или их превышения. Там были люди, которые принимали деньги, похищенные из программы. Там были люди, которые их транслировали, в том числе и за рубеж. Насколько мне известно, некоторая часть денег, уворованных из этой программы, группой Филиппова, выведены в Москву, а впоследствии и за рубеж, в том числе, например, в Чехию. В общем, будем надеяться на то, что этот миллиард и 700 миллионов рублей, если не будут найдены, то хотя бы будут объяснены, куда они делись. Я надеюсь, что правоохранители, следствие и суд будут принципиальны в подходах, которые проявят в отношении господина Филиппова и его подельников. И очень хотелось бы вернуть какую-то часть этих денег, потому что ветхого жилья после того шабаша, который учинил в республике и в городе Уфе господин Филиппов, стало не меньше, а, наверное, больше. На прошлой неделе мы снимали репортаж о вот этом страшном доме на улице Шатар-Уставели. Этих домов действительно в Уфе очень много. И неплохо было бы, если бы какая-то часть денег все-таки вернулась в казну города, и эти дома хоть как-нибудь были расселены. Перемежая сюжеты в этом выпуске, серьезные и не очень, теперь настала очередь чего-то веселого, но веселое кончилось, а осталось трагикомическое. А именно, на прошедшей неделе сгорели юрты около памятника Салавату Юлаеву. Для меня, на самом деле, вот эта история стала символической, потому что, если мы оглянемся на 7 лет назад, мы вспомним, с каким раздражением господин Хамитов относился к той символике, которая использовалась, условно говоря, в культурной маркировке республики Башкортостан, а именно в всевозможных бесконечных использованиях всяких юрт, курая, значит, меда и так далее. Я помню, как Хамитов тогда визжал на тему прекратите, хватит юрт, что вы тут юрты понаставили. Ну вот прошло 7 лет, юрт стало не меньше, а больше, и вот они начали гореть. Видимо, не дождавшись того момента, когда Хамитов изменит тренд в брендировании республики Башкортостан, отчаявшись понять, что такое Терра-Башкирия, проведение решило действовать уже каким-то разрушительным методом, и вот на прошлой неделе сгорели юрты к чертям собачьим на площади перед памятником Салавата Юлаева. На самом деле это, наверное, конечно, плохо для тех, кто там вел свой странный бизнес, но для республики это, наверное, неплохо, потому что если кто-то всерьез к этим символам присмотрится, может, все-таки придет в голову, что пора что-то менять, пора перестать рисовать пиксели и заняться всерьез и брендированием, и маркированием республики как территории, как территории с каким-то, скажем, необычным обликом, может быть, какими-то возможностями, вот эту всю чертовщину Старой Башкирии, может быть, прекратят, и начнут заниматься настоящим туристическим брендированием республики Башкортостан. Как ни странно, на прошедшей неделе в республике не было ни одного ареста чиновника, не было никаких выемок документов, видимо, правоохранители притомились, а может быть, все камеры заняты, но, в общем, рубрика «Аресты недели» в этом выпуске будет пустовать. Но, как говорится, святое место пусто не бывает, я придумал другую рубрику, которая будет, если что, замещать главную, а именно рубрику «Слухи РБ», «Слухи Республики Башкортостан». Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Слухи, конечно, это не благодатная почва для какой-то аналитики и каких-то выводов серьезных, но, учитывая то, что в последнее время слухи и в Республике, и вообще в России стали основным источником информации для анализа деятельности в политической сфере, учитывая закрытость, например, того же Кремля, когда выводы и какие-то предположения можно делать только по каким-то косвенным, очень смутным признакам, каким-то проявлениям. Кто-то где-то чихнул, кто-то на кого-то посмотрел, кто-то кого-то неправильно или правильно посадил за стол во время заседания. Потому Республика Башкортостан тоже не исключение и слухи, безусловно, занимают серьезное место в новостной повестке нашего региона. Так вот, слухи РБ. На прошедшей неделе, по слухам, Рустам Хамитов дал распоряжение своей администрации и правительству Республики Башкортостан и даже не столько распоряжение, сколько запрет, а именно запрет на комментирование ситуации вокруг сырьевой проблемы БСК. Судя по всему, новая тактика, которую стала применять администрация Хамитова в отношении этой проблемы, такова. Теперь ключевые игроки в правительстве и в администрации Хамитова не будут участвовать в дискуссии по поводу сырьевой проблемы БСК, а на прямую наводку будут выведены как будто бы общественные организации. Для этого дела сконструирована такая на скорую руку конструкция из каких-то непонятных общественных деятелей, костяк которых составила вся та же команда, сварганившая Терры Башкирию. Вот эти юноши и девушки теперь будут озвучивать позицию Белого дома в полемике с БСК. Почему Хамитов запретил своим людям и самому себе, кстати говоря, тоже комментировать проблему БСК, на этот вопрос очень простой ответ. На самом деле им нечего сказать. Аргументы кончились. Всерьез обсуждать и спорить эту тему они уже не в состоянии. Кроме того, очень силен страх сделать ошибку. Эти люди не умеют говорить и думать. Соответственно, велика вероятность того, что болтанут что-нибудь лишнее, что потом будут использовать. Все мы помним, как Хамитов клятвенно обещал не отдавать БСК до тех пор, пока он президент Республики Башкортостан. Я имею в виду, обещал не отдавать гору Таратау. И теперь он расхлебывает последствия вот этого скоропалительного заявления. Оно скоропалительное не потому, что гору нужно отдать, а потому, что нельзя так заявлять. Политика штука такая. В ней нету каких-то одноцветных, однотонных явлений и заявлений, а вот Хамитов себе их постоянно позволяет. Теперь становится заложником собственных заявлений. Так вот, теперь комментировать проблему сырья для БСК ни правительства, ни администрации Хамитова не будут. А будут бегать всякие мальчики и девочки, оглашая их точку зрения. Вторым значимым слухом в политическом пространстве Республики Башкортостан стал слух о грядущих отставках в руководстве Республики, а именно слух о том, что нас наконец покидает господин Магадеев, который, ну, прямо, скажем так, засиделся на своем посту. Последние пару лет вообще было непонятно, чем он занимается, на что он влияет. Это очень старый кадр, старый друг Хамитова, и надо отметить, что Хамитов уже избавился практически от всех своих старых друзей. И вот Магадеев, наверное, один из последних таких старых, старых, надежных боевых товарищей, от которого теперь тоже избавляется Хамитов ввиду абсолютной ненужности. Конечно, Марат Шарифович в свое время был чрезвычайно влиятельной фигурой, с серьезным видом, нахмурив брови он правил там всякими МЧСами и прочими, значит, околосиловыми структурами, но в последнее время, честно говоря, конечно, поистратился капитально, учитывая образ жизни, который ведет Магадеев, конечно, рассчитывать на какую-то продуктивность его деятельности вообще не приходилось. Так что, в общем, судя по всему, мы в скором времени прощаемся с господином Магадеевым, а заодно мы, наверное, будем прощаться и с господином Сагитовым, и с господином Михайловым. И вот почему. Я уже упоминал о том, что внезапно господин Асадуллин, ректор пединститута и как будто бы серый кардинал башкирской политики покинул свой пост ректора и ушел с головой в государственное строительство, видимо, тоже там вместе с Айгуль Гореевой будет строить государство. Это очень знаковое событие. Несмотря на то, что я никогда не разделял точку зрения о том, что господин Асадуллин является каким-то страшным серым кардиналом башкирской политики, я полагаю все-таки, что фигуру его демонизировали башкирские общественники. Вот это вся, весь этот татарский заговор, который приписывался Асадуллину, все это на самом деле бред. Асадуллин не был никогда существенной фигурой, он был такой, знаете, деревенский ловкач, такой самоучка-заговорщик, который там решал какие-то свои вопросики. Да, конечно, ему удалось протолкнуть на должность, на ключевую должность администрацию Хамитова господина Михайлова, но по прошествии времени даже Хамитов понял, что и господин Михайлов, и Асадуллин несут глубоко деструктивную повестку в деятельность администрации самого Хамитова. Хамитов наконец разобрался, что господин Михайлов провалит все, что ему поручат, чтобы не поручили. Ну, поздно, конечно, медленно доходит до Хамитова, но дошло. И вот с уходом Асадулина, по всей видимости, теряет свои позиции и Михайлов, также теряет свои позиции из Агитов, который, по всей видимости, тихонечко исчезнет и переместится на какую-нибудь должность заведующего архивом или еще чем-нибудь таким почетным. Ну, в общем, вот такие вот последние слухи в республике Башкортостан. И в завершение выпуска одна нехорошая скандальная история, которая приключилась на прошедшей неделе. Все мы помним эпопею Юлии Вольф, многодетной матери, которая бросала Хамитову в лицо фактически медаль материнской доблести, женщину, у которой 8 детей, которой негде было жить, которую пыталась выселить из единственного негодного жилья администрация и так далее. Помним мы о том, что история закончилась благополучно, мы в ней активно участвовали, как могли, помогали Юлии Вольфа, освещали ее ситуацию, требовали от чиновников решения проблемы. Не скрою, что мы и взаимодействовали с администрацией города в этом вопросе, взаимодействовали негласно, разъясняя ситуацию и помогая им понять, как здесь решать эту проблему. Так вот, на прошедшей неделе вокруг этой истории, которая, казалось бы, уже завершилась, случился нехороший скандал. На канале КПРФ, в видеоканале КПРФ «Красная линия» вышел репортаж, в котором сообщили широкой общественности о том, что, оказывается, эту проблему решил не мэр Елалов, не поиска 6 господин Носков, а, оказывается, эту проблему решил некий Альберт Рахматуллин. А секретарь советского райкома КПРФ Альберт Рахматуллин вместе с ней ездил к чиновникам разных уровней. Он добился того, чтобы многодетная мать в прямом эфире смогла задать вопрос мэру Уфы. Лишь после этого руководитель города согласился лично встретиться с многодетной матерью. После этой встречи одна из уфимских строительных компаний неожиданно подарила Юлии трехкомнатную квартиру в новом доме. Мало кому известная персона, коммунист низшего уровня какого-то советского райкома и прочего разлива. Так вот этот Альберт Рахматуллин оказывается вот он решил проблему Юлии Вольф. Это он ей дал эти квартиры и теперь обеспечил жильем. Вот эта наглость КПРФ в последнее время меня просто бесит, если честно. Господин Рахматуллин не имеет никакого отношения к решению проблемы Юлии Вольф. Он пальцем о палец не ударил о том, чтобы ей помочь. А более того, когда его просили о том, чтобы он где-то что-то говорил, что-то сообщал, он от этого дела устранился и убежал, а теперь в красном галстуке явился, значит, на новоселье, снял там какой-то репортажик в камеру. А главное, что он заявил, что Юлия Вольф бесконечно благодарна коммунистической партии о том, что вот ей дали эту квартиру. Вот это наглость коммунистов, на нее нужно обратить внимание, нужно вовремя давать по рукам таким наглецам, которые бегают из партии в партию. Напомню, что этот Рахматуллин еще недавно бегал в виде мальцевского активиста вокруг памятника Ленина на Горсовете, там вот с этими своими пальчиками там не ждем, а готовимся. После того, как Мальцев эмигрировал в Париж, значит, Альберт Рахматуллин заделался коммунистом и, значит, помчался помогать сиром и обиженным. В общем, я полагаю, что на такие вещи надо обращать внимание, нужно давать по рукам вот этим наглецам и вовремя обращать на это внимание. Редактор субтитров А.Семкин